Вот наша стандартная жилая комната, общежитие номер 3, АЛТГТУ. Стандартный набор мебели – это кровать, полка, тумбочка, стол. То есть вот есть все для приема студентов. Шесть из семи студенческих общежитий Алтайского технического вуза рассказали его сотрудники, готовые тем летом принимать студентов со всей страны по программе молодежного туризма. К ней политех, правда, только подключился и пока поступило лишь две заявки. Одну из них подала студентка Омского педагогического вуза. Барнаул стал транзитной точкой на обратном пути из Горного Алтая. И город, и условия проживания в студенческом общежитии девушке понравились. К слову, сутки стоят 300 рублей. У меня комната двухместная, но у меня соседей никакой нет, поэтому у меня все прекрасно. Вода, вся техника. Я вчера долго думала, где найти утюг, а потом я открываю шкаф, оказывается, там и утюг есть. Политех готов предоставить до двух тысяч мест одновременно. Если спрос будет массовым, и студенты начнут приезжать группами, обещают решить вопрос с питанием и разработать тур. Мы ставим срок до двух недель для одного студента. Пока у нас готового тура по Алтайскому краю нет. По городу Барнаулу мы готовы предоставить экскурсию. Несколько туров по краю уже сегодня готов предложить классический университет. АГУ второй раз принимает участие в новом проекте. В 2021 он вошел в число пилотных в стране. За год программу ВУЗ доработал и сегодня принимает студентов не только по индивидуальным, но и коллективным заявкам. За каждой группой закреплен студент ЮТОР, который отвечает за отдых. Он может организовать как бесплатные, так и платные экскурсии. Первые проводят учащиеся географического факультета, либо волонтеры ВУЗа. Во втором случае не обходятся без услуг сторонних организаций. Если же есть определенный бюджет и есть потребность, например, съездить в горный Алтай, или же какие-то платные экскурсии по городу, то мы точно так же сообщаем контакты, либо включаем их в туры. Есть разработанные туры для организованных групп. От трех дней до семи дней. Вот Кемерово как раз-таки и приезжает по такому. За этот сезон в АГУ поступило уже больше 150 заявок из разных регионов. И ВУЗ вошел в число самых востребованных в стране. Причин тому, по мнению руководства, несколько. Гости могут отдохнуть на базах учебных практик в Чемале, Черыше, на озере Красилово и проживать в довольно комфортных условиях всего за 71 рубль в сутки. Две кровати, постельная, тумбочка, шифонер. То есть все для прорывающего. Правда, одномоментно АГУ готов предоставить всего 500 мест для проживания. Зато с помощью нового проекта поездками в другие регионы ВУЗ поощряет победителей университетских игр, отличившихся студентов и лучшие группы. В числе последней в Новосибирске недавно побывала студентка первого курса. Это прекрасная возможность посетить другие города России. Я вот сама планирую полететь в Москву и жить тоже по студтуризму, по этой программе, потому что это очень удобно, выгодно, особенно для студентов. Замечательная возможность. Воспользоваться ею могут, кстати, не только студенты, но и сотрудники вузов младше 35 лет. В программе участвуют больше 100 высших учебных заведений страны практически со всех уголков России. Правда, в Алтайском крае, помимо Политеха и АГУ, к проекту подключились только Институт культуры Ибийский гуманитарно-педагогический. В остальных пока не созданы условия для приема гостей. А между тем, молодежный туризм – весьма перспективное направление, считают эксперты. С одной стороны, он позволяет бюджетно путешествовать молодым, с другой – повышает туристическую привлекательность регионов в целом. А это не только имидж, но и дополнительные деньги. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.